здравствуйте друзья сегодня у нас на обзоре нож таежный 2 от компании росоружие вот так это выглядит в ножнах ну в принципе мне все понравилось хорошо сделано ну не считая некой небрежности конечно не солидно такие вот нахлесты вот эта часть мне понравилась что не какая-то кнопка а именно так вот хорошо сделано таким шариком и отверстием в коже надпись златоуст здесь все круто здесь мне все реально понравилось вот так это весит 400 грамм по ножным наверное сказать больше особо нечего сам нож сталь и и 107 по-другому это 40 х 10 с 2 м это хромокремнистая сталь марсенситного класса используется для составления клапанов двигателей автомобильных тракторных так далее крепежные детали какие-то там колосники взял данные с сайта клинок златов точка ру там написано что вот эта сталь характеризуется невысоким содержанием лигирующих элементов в то же время присадки хрома и кремния повышают склонность стали к отпускной хрупкости но введение молибдена уменьшает эту самую хрупкость уменьшает зерно при закалке и увеличивает жаропрочность и что получается что несмотря на то что сравнительно низкое содержание углерода при термичке можно добиться твердости в 50-55 параквеллу вроде бы как немного но утверждают авторы сталь имеет хорошие результаты по износа стойкости что лишний раз подтверждает отсутствие четкой линейной зависимости между увеличенной твердости и износостойкости вот насчет этого не знаю нож не мой поэтому переточить на более острый угол я его не рискнул так запомним да на сайте клинокзлатов.ру говорится что сталь 50-55 единиц параквеллу теперь данные ттх что-то измерил сам что-то из этого сайта длина конкретно от этого ножа 317 миллиметров ширина 39 толщина клинка 5 как уже говорил сталь на клинке 40Х10С2М либо АИ-107 и дальше написано на сайте что твердость клинка 57 единиц хотя на этом же сайте написано что сталь АИ-107 может быть твердой от 50-55 ну плюс-минус сельхозазор вес самого ножа 301 грамм то есть получается ножный вес на 99 грамм вот такой вот здесь присутствует дол причем дол только с одной стороны, а на второй стороне нет я так понимаю что здесь может наноситься какой-либо рисунок такое лезвие типа боуэ фальш-лезвие отверстие под темляк то есть ножичек в принципе так неплохо хвостовик ножа естественно сквозной стоит вот это посмотрел 3405 рублей это вот в такой именно комплектации когда вот эти части идут с текстолита гардый тыльник здесь наборная рука берестяная там еще может быть гардый тыльник алюминиевые что-то там еще береста с пропиткой и без пропитки ну в общем там еще накрутить денежек немного могут вам в принципе знаете когда я его достал нож мне понравился мне почему-то сразу вспомнился нож который был у Сильвестра Сталлоне во вторых неудержимых вот такой вот нож ну не знаю сходства естественно никакого но напомнил он мне его ножчик красивый в принципе мне нравится реально красивый нож видите как весь зеркало заполирован это и плюс и минус ну это тут интересная система первый раз вижу чтобы долл был с одной стороны а на бок с ним как вы видели из тестов нож практически не режет как написано производитель пишет что толщина обуха 5 миллиметров наличие фальслезвия позволяют использовать нож для рубки мелких костей и веток то есть они вот этой частью предлагают все это делать ну не знаю рубит так хорошо единственное что мне не понравилось первоначально когда я такой взял в раке это рукоять знаете у меня такое чувство что знаете здесь поступили как со второй крысой взяли первую крысу и пропорционально уменьшили а здесь наоборот взяли какой-то хороший нож и пропорционально его увеличили как бы смотрится может пропорционально и неплохо но при таком увеличенном здоровом клинке увеличили и рукоять у меня рост метр девяносто три большие лапы мне не комфортно я бы хотел рукоять чуть чуть поменьше потоньше ну и плюс как оказалось при тяжелой какой то работе вот эта вот часть вот этот горб он реально натирает то есть горбик вот этот вот он рукой ведешь чувствуется где оно лишнее вот здесь вот это лишнее чтобы убрать сделать ее чуть чуть потоньше и для руки все было бы классно ну вот это то что на первый взгляд когда только берешь нож что рукоять толстовато потом горбик вылазит а дальше вылазит то что нож плохо режет ну я не знаю правда если бы его подвести по другому да сделать тут как то попробовать сделать его чуть потоньше подводы может быть на другой угол наточить может быть что то изменилось но так правда очень топорно то есть наш в деревяху залазить не хочет причем видите как наш острый поэтому всякие вот такие тесты да бритье волос и все остальное нож проходит на ура им даже в принципе можно что то приготовить но во время готовки никакого удовольствия от процесса не получаешь так что ты его перехвалил во время готовки никакого удовольствия от процесса не получаешь то есть тебе приходится продавливать то есть все это где-то тяжело но в принципе тоже как с бургутом складывается толщина в обухе хочешь не хочешь а вот на какую-то геометрию она сказывается но то что нож отказывается резать блин господа ну тащить его в лес чтобы что-то рубить потом пытаться что-то там порезать продукты но для того чтобы сделать колышек доставать другой нож я лучше возьму мачетку который будет только рубить и нож который буду стругать что-то там врезать и в то же время работать по продуктам мне кажется так оно будет более адекватно чем в таком варианте что это для продуктов и рубки а какой-то нож для резки почему не знаю знаете если бы он стоил тысячи полторы да то в принципе можно было попробовать заморочиться переточить его тут ну не знаю реально поострее сделать на более острый угол посмотреть что из этого получится но опять таки я вот первый раз сталкиваюсь со сталью и и 107 поэтому я понятия не имею как на себя поведет если переключить нож на более острый угол можно выключиться все сами а может и нет но так как нож стоит все таки штуки 3 на разные сайты сами понимаете плюс минус тут как-то экспериментировать с ним не хочется в общем такой получился ножичек такого эстетического наслаждения и брутального доставания потому что ну я лично не знаю что с ним делать по ходе я уже объяснил что с ним делать да но если смысл брать его чтобы делать с ним только это я не знаю по мне так ну такой хороший нож на подарок тем более что гравировка здесь в разных вариантах с разными сюжетами может выполняться от на этой части ну чё хороший подарочек красивый надежный брутальный нож еще с гравировку что берешь в руки вот так чувствуешься ух рэмбо не кобра рэмбо чувствуешься а вот в действительности ну как и есть рэмбо пустышка в общем наверно примерно так то есть смотрите сами брать не брать если вдруг захотите вот такие задачи чем как бы вот опять таки я считаю что рукоять для меня великовато а его хозяин который поменьше меня ростиком и руки у него поменьше он считает что для него рукоять как бы ухватистая в самый раз поэтому здесь на вкус и цвет фломастер и разное но то что вот сведем толстую те кто знаком со сталью и 107 оставьте пожалуйста свои комментарии как она ведется при разных угла заточки будет очень интересно может быть и правда будет достаточно легко еще это исправить перетащить да и все за сим наверное все посмотрите еще раз златоуст красота все дела всем спасибо за внимание до свидания